При любом вирусном протоколе цинк как микроэлемент обязательно присутствует, потому что по сути он дает возможность выстраивать нашим клеткам такой дополнительный щит. Воспаление каких-то слизистых, сопли, появление язвочек в ротовой полости, то есть различные ОРВИ, ОРЗ и при этом воспаление слизистых явно свидетельствует о том, что у вас есть дефицит цинка. Всем привет, с вами Ксения Черная и вы смотрите канал про здоровье. Сегодня мы с вами поговорим про цинк, о том и все про магний, про магний, как будто бы это единственный микроэлемент, но на самом деле каждый микроэлемент ценен и важен. Просто если, например, магний у нас отвечает за 600 биохимических реакций организма, то цинк отвечает за 200 биохимических реакций в организме, но он еще участвует в огромном количестве производства ферментов. И сегодня мы с вами об этом поговорим, постараемся простыми словами, коли запретил использовать разные умные названия ферментов. Цинк – это микроэлемент, который участвует, как я уже сказала, в 200 биохимических реакциях. Без него невозможно усвоение и синтез белков, жиров и углеводов. И вообще, если мы возьмем геном человека, то есть это ваши гены и их хорошее проявление, то 1% генома зависит от участия цинковых пальцев. То есть, если цинковые пальцы, это производность, скажем так, цинка внутри организма. То есть у тебя будет хорошее проявление генетики, если у тебя достаточное количество цинка, и это 1% всего генома. То есть это очень много. Короче, если я не буду есть цинк, то у меня дети будут плохие. Не дети у тебя будут плохие, твое самочувствие будет достаточно плохим. Но, но, по поводу детей, да, потому что цинк участвует в синтезе здоровых сперматозоидов прежде всего. Поэтому цинк является прекрасным микроэлементом, который необходим мужчинам. Дорогие друзья, я и моя команда приготовили для вас специальный подарок. Мы составили для вас 5 шагов на пути к вашему крепкому иммунитету. И поверьте, эти шаги будут достаточно простыми. Для того, чтобы забрать подарок, вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео, и вы получите подарок в ту же секунду и совершенно бесплатно. И давайте перейдем по порядку, что же творит цинк. И что важно сказать, что в нашем организме нет депо цинка. То есть цинк должен беспрерывно поступать в наш организм, иначе вы сразу же попадете в его дефицит. В отличие, например, от жирорастворимых витаминов, таких как А, Д, Е, К, которые могут храниться в жировом депо, то вот цинк является водорастворимым веществом, и постоянно, каждый день с мочой вы теряете его количество. За что у нас отвечает цинк? Я думаю, что многие знают, что есть различные цинковые кремы и мази, которые все наносят сверху, но на самом деле это, как всегда, такое тушение пожара сверху. Нам нужно, чтобы у нас внутри организма не было дефицитов, тогда вы не увидите различные кожные проявления. Так вот, у нас цинк отвечает за регенерацию тканей прежде всего, поэтому любые кожные заболевания свидетельствуют о дефиците цинка. А второй пункт, про который я хотела сказать, это то, что цинк участвует в принципе в нашем иммунитете, в борьбе с вирусными бактериальными инфекциями. То есть он отвечает за активную экспрессию и проявление наших нитрофилов и макрофагов. Это вещества, по сути, которые борются с вирусами и бактериями. Поэтому цинковая мазь снижает воспаление местно, но наша задача устранить дефицит изнутри. Именно поэтому, в том числе, при любом вирусном протоколе цинк как микроэлемент обязательно присутствует, потому что, по сути, он дает возможность выстраивать нашим клеткам такой дополнительный щит. И в том числе цинк подавляет репликацию вируса, то есть он быстренько-быстренько блокирует распространение вирусов внутри организма. Также, когда есть проблемы со здоровьем слизистых, со стартой зрения, с обонянием, и это касается тех, кто не может восстановить обоняние после ковида, цинк в сочетании с витамином А критично отвечает за здоровье нашего зрения, наших слизистых и нашего обоняния. Поэтому очень часто, когда у нас есть такая симптоматика, цинк применяется совместно с витамином А. Знаешь, что я понял? Ты сейчас все три пункта назвала, и прям можно маме моей отправлять. Я маму же видел неделю назад, и она говорит, прикинь, у меня что-то случилось, я порезалась, две недели не проходит заживление, а у нее плюс память, плюс обоняние, плюс... И регенерация тканей, и цинк с витамином А тоже участвуют в здоровье нашего эпидермиса. Срочно. То есть это прям вот связка такая, цинк и витамин А, это нужно прям заполнить. То есть это вот прям все глаза, нос, кожа, здоровье наших слизистых. Прямо сейчас маме этот видос отправлю и скажу, что надо лизать железки. Да не надо лизать железки. Сейчас мы скажем, как устранять дефицит. Далее, у нас цинк участвует в работе наших нейромедиаторов и активности нашего головного мозга. Поэтому при снижении памяти, при снижении концентрации цинк тоже обязательно должен быть. И моя любимая тема, наш желудок, соляная кислота, выработка ферментов поджелудочной железы. Цинк принимает непосредственное участие в синтезе соляной кислоты желудка. И есть еще одна специальная форма цинка, которая называется цинкокарнозин. Это вещество, которое мы принимаем для заживления слизистов. Именно эта форма цинка заживляет слизистый и показана всем, у кого есть язвенные заболевания, хеликобактер. Или, в принципе, вы постоянно испытываете жжение и дискомфорт. Цинк такой прекрасный микроэлемент, который, если принимает мужчина и женщина, то он на самом деле действует разнонаправленно. Например, если цинк будет принимать мужчина, он отвечает за улучшение качества спермы. И более того, цинк всегда применяется при аденоме простаты. А если цинк принимает женщина, особенно женщина, которая планирует беременность, то это критично влияет на развитие плода, на укрепление костной и мышечной структуры будущего малыша. Соответственно, формирует правильное зрение у ребенка. И наличие цинка критично снижает симптомы предминструального синдрома и отобегает ранний климакс. То есть, цинк это прям такой волшебный микроэлемент, действующий разнонаправленно. Так вот, каким образом у нас может проявляться дефицит цинка в организме? В первую очередь, это, конечно же, снижение иммунитета. Если человек часто болеет, у него еще бесконечный конъюнктивит, воспаление каких-то слизистых, сопли, появление язвечек в ротовой полости. То есть, различные ОРВИ, ОРЗ и при этом воспаление слизистых явно свидетельствуют о том, что у вас есть дефицит цинка. Если у женщины сильный ПМС, у мужчины снижение тестостерона, это дефицит цинка. Если у вас постоянное раздражение на коже, акне, экземы, различные шелушения, в том числе флорванкулез, это тоже дефицит цинка. То есть, мы не говорим о том, что у вас акне, у вас нет проблем с микрофлорой, и вы только начнете принимать цинк, и все пройдет. Конечно же, нет. Но такой симптом будет точно свидетельствовать о том, что у вас помимо проблем, которые вызвали эту симптоматику, 100% есть дефицит цинка. И, конечно, два фактора, которые я вижу на практике очень сильно, что и с чем обращаются в основном к нам ученики, это различные неврологические расстройства, ухудшение памяти, прямо такой тремор рук, депрессивные состояния. Это одна часть, и такая хроническая усталость, это тоже все симптоматика дефицита цинка. А второе, это ухудшение качества кожи, волос и ногтей. Потому что без цинка тоже мы не сдвинемся с места, потому что и сами волосы, и структура ногтя, и все роговые частицы состоят из цинка в том числе. И важно еще сказать про щитовидную железу, про которую я тоже стараюсь упоминать. И вот как раз цинк наравне с медью, наравне с железом и витаминами группы В, участвует в ферменте, который превращает неактивные гормоны щитовидной железы в активные гормоны. То есть тоже без цинка полноценная работа щитовидной железы невозможна. И на самом деле, вот Коля просто сидит за камерой и говорит, заканчивай, заканчивай, заканчивай. А смысл в том, что я рассказала только про 10% того, на что влияет цинк, и как с помощью устранения дефицита, правильного устранения дефицита, мы можем критично повлиять на состояние здоровья. Вот эта информация, это 10% от лекции про цинк, которую я читаю на программе «Клинический нутрициолог». Это программа большая, профессиональная, на которой учатся и те, кто хочет стать нутрициологами, но 50% это те люди, которые хотят глубоко разбираться в состоянии своего здоровья, которые уже обошли всех, кого только можно, и это не принесло им результата. Те люди, которые хотят контролировать свое здоровье и здоровье своей семьи. Всем, кому интересно профессиональное обучение и самая глубокая информация по нутрициологии, ссылка находится в описании к этому видео. Вебинар бесплатный о том, что такое профессия нутрициолога и что мы делаем на программе «Клинический нутрициолог». Почему это важно знать? Потому что сейчас, скорее всего, вы думаете, пойду куплю цинк и попью цинк. И здесь можно налететь на огромное количество ошибок, с которыми вы столкнетесь. Во-первых, для начала, если есть проблемы с ЖКТ, мы не можем принимать цинк, потому что у вас может возникнуть дискомфорт на фоне приема цинка. И, как я уже сказала, есть специальные формы цинка, например, цинкокарнозин, которые вы применяете на первоначальном этапе для заживления слизистой, а потом только после восстановления ЖКТ вы можете устранить основной дефицит. Также огромное количество из вас просто может пойти и купить цинк в аптеке, или заказать на маркетплейсе, и это будет неорганическая, нехилатная форма. Вы начнете употреблять цинк, и у вас может заболеть желудок. Поэтому тоже важно понимать, какую форму цинка мы используем. Что такое хилатная форма цинка? Это, например, монометионин, это эпиколина цинка, это те хилатные формы цинка, которые позволяют ему максимально эффективно усваиваться. И здесь еще есть один нюанс. Если вы, опять же, начнете принимать цинк, и будете принимать его дольше, чем один месяц, либо вам показаны более высокие дозировки, то вы уйдете в дефицит меди. Потому что это микроэлементы, которые должны подниматься в паре, иначе, если вы принимаете только один какой-то из них, так же, как, например, кто-то на постоянной основе начинает пить хлорофилл. А хлорофилл – это источник меди, и потом улетает в дефицит цинка. Поэтому, во-первых, мы сдаем анализы, мы про это знаем, и на лекции по клиническому троциологу будет информация про анализы, обязательно приходите. Во-вторых, мы смотрим последовательность введения антрецептиков, формы, и кому этот микроэлемент является антагонистом. Поэтому, если вы принимаете цинк больше, чем 15 миллиграммов, и дольше, чем один месяц, то нужно обязательно вводить правильную форму медиа. Знаешь, такие раньше были буквы ШМ? На машины клеится ученик, либо там шипы. Вот эти вот штучки, они же из цинка. Это надо ими чай размешивать? Ну, это то же самое. Давайте будем есть гвозди с яблоком для того, чтобы устранить дефицит железа. Во-первых, у нас есть продукты, которые содержат цинка. Я напомню, что цинк должен поступать постоянно в наш организм. И я хочу сказать, что 99% учеников, которые приходят, или студентов, которые приходят к нам обучаться, имеют дефицит цинка. Как это ни странно. Так вот, тут для тех, кто живет вдруг на берегу моря во Франции, конечно же, самый большой источник цинка – это устрицы. Но не будем акцентировать на этом внимание. Другие продукты, которые содержат цинк в максимальном количестве, это прежде всего все субпродукты. Это печень, желудочки, сердечки. И это два вида семян – кунжутное семя и тыквенное семя. Поэтому вот эти продукты должны быть на постоянной основе в вашем рационе. А вот смотри, есть магниевые ванны, а есть какие-нибудь цинковые ванны? Тогда нет вопросов. Есть у многих цинковый воздух. Вот у нас есть цинковый завод. Но нет, я шучу, нет, это, конечно, не то же самое. И, кстати, говоря про тяжелые металлы, цинк в том числе выводит тяжелые металлы из организма. Например, ртуть, алюминий и так далее. Поэтому цинк – это один из микроэлементов, с помощью которого мы восстанавливаем фазу детексификации печени и которые влияют на поведение тяжелых металлов из организма. Спасибо большое, что смотрели это видео до конца. Изучайте натуральные вещества, которые мы можем получать из пищи, либо в виде микроэлементов в правильных формах, которые действительно являются такими строительными кирпичиками нашего организма. Не лекарственные препараты, а именно те вещества, которые необходимы организму для того, чтобы он правильно выполнял свои биохимические функции и биохимические реакции. И тогда действительно ваша еда станет вашим самым главным лекарством. Спасибо, что смотрели это видео до конца. С вами была Ксения Черная, и вы смотрите канал про здоровье.